Приветствую всех друзья! Сегодня мы поговорим про получивший вторую жизнь горизонтально-фрезерный станок 19 века, носящий название своего создателя и фирмы Davis & Egan. Приобретенный за гроши на онлайновом аукционе, этот некогда распространенный тип горизонтально-фрезерных станков стал сравнительно редким. Большинство из них было утилизировано несколько десятилетий назад по мере уменьшения их полезности в промышленности. К счастью, представленный на выставке экземпляр не был переплавлен, а хранился на последнем месте работы, где за годы тяжелой работы, небрежного отношения, дешевой покраски, самодельного ремонта и коррозии, он был оставлен на произвол судьбы. Продавец оказался знакомым покупателя и поинтересовался, не собирается ли он сдать его на металлолом. К счастью, у покупателя таких намерений не было. Предназначенная для привода с плоским ремнем и контрвалом или линейным валом, она, как и многие другие подобные машины в США, была переделана на электрический привод с использованием легкодоступной и недорогой трансмиссии Ford Model A. При приобретении фрезер был полностью разобран и очищен от смазки, грязи, краски и коррозии. Непрецизионные поверхности были обработаны пескоструйным аппаратом и окрашены, а обработанные или отшлифованные были очищены и обработаны камнями для удаления вмятин и зазубри. Направляющие были обработаны минимально, но только для того, чтобы предотвратить их дальнейшие повреждения, поэтому состояние машины можно охарактеризовать как законсервированное. Станок Дэвис и Эгган по своей конструкции довольно прост и повторяет общую компоновку станков этого типа, распространенных в последние десятилетия 19 века. Состоит из шести основных чугунных отливок – колона, оснований, колено, седло, стол и опора оправки. К второстепенным чугунным отливкам относятся контрвал и шестерни, бычья и шпиндельная шестерни, конусный шкив плоского ремня, боковая дверь колонны, редуктор подачи стола и различные кронштейны, ручные кривошипы, градуированные циферблаты и другие детали. Шпиндель и винты подачи выполнены из стали, а подшипники главного шпинделя – гайки подачи и червячный редуктор из бронза. Естественно, никаких пластмасс и каких-либо сварных или изготовленных из них деталей. Управление станком аналогично другим фрезерным станкам такого типа, выпускаемым в Ценцинате. Имеется трехосевое перемещение стола. Все подающие винты имеют квадратную резьбу и бронзовую втулку, шарикоподшипники отсутствуют. Для всех осей предусмотрены лимбы с шагом 0,025 мм. Стол оснащен плитыми желобами и сливами для охлаждающей жидкости. Все они имеют направляющие типа ласточкин хвост. На столе используется коническое направляющее под углом 45 градусов, а на седле и колене – прямая направляющая под углом 45 градусов со стопорным винтом. Одна кривошипная рукоятка подходит для управления всеми перемещениями станка, а также для двух стопорных винтов опоры оправки. Стол имеет одну специальную чугунную сбалансированную рукоятку на левом торце. Механическая подача стола к продольной оси осуществляется через ряд шкивов, шестерен и универсальный вал. Предусмотрена передача скорости вперед с быстрым возвратом и функция автостопа. Питание шпинделя осуществляется через трехступенчатый шкив с плоским ремнем, прямой привод или через токарно-редукторный узел. Передние и задние конические бронзовые подшипники шпинделя снабжены передней и задней отводными гайками и масляными резервуарами. Смазка направляющих и винтов осуществляется через различные отверстия, некоторые из которых защищены винтами с пробками, а другие, как это было принято в то время, оставлены открытыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok